друзья всем добрый день на связи александр янюк и команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня мы вкратце поговорим о том что происходит на фьючерсных рынках чего ожидать на этой торговой неделе но сразу хочу предупредить обзор будет достаточно коротким все находится именно в тех местах которые неудобны для некомфортно там торговать американский доллар на максимумах практически все остальные активы находятся на локальных минимумах но зато мы подготовили для вас супер класса точнее мастер-класс по сот отчетам как применять практическое применение не просто теория да что такое суд отчеты где смотреть практическое применение сот отчетов и я думаю вы все уже понимаете что сот отчеты можно применять практически к любой торговой стратегии будь этот кроме наверное скальпинга но даже скальпинге можно использовать суд отчет для определения приоритетности направления мастер-класс пройдет в среду ближе к 17.00 по киеву поэтому следите за обновлениями в телеграм-канале и до встречи на мастер-классе а сейчас мы будем осматривать рынки погнали американский доллар мы с вами говорили о том что пятницу да мы смотрели эту ситуацию говорили о том что коррекции они неизбежны то есть доллар будет падать спрос на облигации он то будет высоким в моменты когда предложение будет меньше либо будет спрос недостаточным когда предложение в рынке будет становиться все больше соответственно мы будем видеть резкие всплески роста и точно такие же коррекции поэтому здесь по американскому доллару техническая картина ты фундаментальная она сильно не поменялась доходность по аппликациям стабилизировалась в районе отметки 155 да там ну вот как-то смотришь так на график и она в принципе нацелена вниз до на снижение доходности но посмотрим это чисто визуальное мнение плюс байден там со своими программами как уменьшить инфляцию как улучшить жизнь американцев и так дальше все это подогревает интерес к американской экономике соответственно к облигациям чтобы купить облигации нужны американские доллары это подогревает спрос и к американскому доллару плюс они уже начали сокращать стимулы увеличивать ценность валюты я считаю что американский доллар ближайшее время будет продолжать свое восходящее движение коррекции стоит использовать для того чтобы присоединиться к этому восходящему движению либо по самому баксу либо использовать эту идею эту тактику и этот подход для работы по другим инструментам примеру евро по европейской валюте мы видим что на падающем рынке открытый интерес все больше начал расти все стремительный соответственно это как раз в пользу продолжения нисходящего тренда и да вот сейчас продавать но это не совсем разумно нужно дождаться все таки локальной технической коррекции и там уже либо вблизи уровня объема до на как раз на перебить и предыдущего максимума вот здесь рассматривать шорт приоритет но но это все не произойдет даже за одну неделю это должны быть настолько сильные новости что все так прям букву резко выросла откорректировалась и там у нас появились хорошие точки входа вот здесь будет прям отличная точка потому что здесь мы видим удержание то есть лимитный продавец не пустил цену мы видим что пытались покупать но безуспешно да не продавились выше уровня объема и как раз обновление этого максимума сбор ликвидности шартовой стоповой шартовой ликвидность и тогда уже поход вниз по швейцарскому франку хочу обратить ваше внимание опять же на открытый интерес он плавно снижается это как раз в пользу того что трендового движения ждать не стоит да если произойдет неплохой овальчик вот сюда ближе к этой области я готов рассмотреть спекулятивную покупку но среднесрочных позиций здесь ждать не стоит открытый интерес падает соотчеты предыдущие указывали на то что хеджеры покидают дилеры покидают свою позицию лонговую на что здесь надеяться пока непонятно австралийский доллар четко отрабатывает уровень объема наклонную линию мы видели что открытый интерес начал подрастать последние дни на вот этом снижение и растет на падение с большей вероятностью заходит в шорт но когда много заходит short это же перекос баланса правильно больше продают кому-то они продают лимитному покупателю вот и лимитному покупателю нужна передышка для того чтобы разгрузить свою позицию это передышка вот как раз ближе к середине этого всего движения вот сюда может и развернуться поэтому спекулятивно покупка от уровня объема от наклонность этой линии поддержки данного тренда это была интересная спекулятивная сделка но она и продолжает быть интересны по новозеландцу пока ничего вот этот уровень объема я считаю достаточно слабым он внутри диапазона плюс мы не видели там какой-то реакции лимитного покупателя мы видели просто загнали цену пониже и вы купили не интересно интересно канадский доллар аналогичная история будет провал пониже к области лимитной поддержки где мы видели что действительно smart money удержали цену от падения мы видели что восходящее движение но как раз набирала обороты вот с этой точки поэтому плюс-минус может даже ну не дойдя к этой области вот там бы хотелось увидеть канадский доллар чтобы он проверил на прочность эти уровни и здесь уже работать на возврат куры к максимуму по британскому фунту аналогичная история растет это интересно падающем рынке кому-то они же продают техническая коррекция если произойдет это будет интересно для того чтобы открывать short позиции да если прям будет уровень объема это будет супер почему потому что британец отлично отрабатывает уровни объема японская иена опять же снова вспомню о сот отчетам сот отчеты по сот отчетам предыдущим по японской день и агрессивно очень агрессивно набирались лонг позиции по поводу того кто такие хеджеры как они лонг накапливают это все будет в среду в среду на мастер-классе поэтому не пропустите подключайтесь следите за телеграм-каналом за анонсами если вы еще не подписаны на телеграм-канал обязательно подпишитесь по японской иене мы видим удержание лимитное удержание вот здесь внизу мы видим крупные объемы которые вот ходят то на продажу но они не приводят потому что цена падает плюс есть достаточно сильный лимитный покупатель в лице хеджеров да и огромное количество шортов было скоплено за последнее падение я считаю что в ближайшее время они будут закрываться так как не приводит к результату шорт это не стратегическая позиция нет шорты они набирают не для того чтобы сидеть в них годами потому что когда вы берете шорт позицию это плата будет постоянные постоянные растраты на удержание позиции как минимум соответственно шорты берут на момент развития нисходящего импульса и да потом резко закрывает здесь мы не видим резкого закрытия открытый интерес плавно падает соответственно я считаю что в ближайшее время мы увидим все-таки резкое закрытие шорт позиции таким образом сформируется рыночный покупатель на рынке будет рыночный покупатель и это затолкает цену повыше по валютному рынку все давайте теперь биток произошло долгожданное обновление 4 года ушло на то чтобы подготовить его the fruit да это обновление которое произошло вчера 14 ноября оно нацелено на то чтобы повысить конфиденциальность и добавить потенциально добавить смарт-контракты на биток таким образом bitcoin сможет конкурировать с эфириумом как раз в плане смарт-контрактов мы видим что плюс-минус цена аналогично отреагировала на данные новости практически никак не отреагировала вот сегодня растет что bitcoin что эфир я считаю что обновление в сети битка это что они сделали если действительно смарт-контракты можно будет запускать на базе блокчейна битка то это это вот 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 этот проект можно будет называть убийцам эфириума да это слишком громко сказано эфир уже никуда не уйдет слишком много смарт-контракта уже реализовано очень много проектов уже работает на блокчейне эфириума поэтому все прям быстро не побегут на биток плюс всего нужно тестировать будут пока по в любом случае но то что блокчейн сам по себе разбивается битковый блокчейн это очень круто очень но в любом случае я жду биток чуть пониже для того чтобы подкупать инфляция инфляция биткойн дефляционный инструмент 5 в сша 6 и 2 процента за это и гнобят байдена и дефляционные инструменты они будут пользоваться спросом но покупать в хай не комфортно я до сих пор удерживаю put spread по битку поэтому если он провалится это будет прям супер я и закрою put spread и будет хорошая возможность купить spot так золото застопорилась ну понятное дело доходность по облигациям остановилась золото тоже остановилась доходность по облигациям начнет снижаться золото продолжит свой рост и мы видим здесь крепкое удержание цены вверху не пускают прям вниз любые провалы быстро выкупаются потому что спрос достаточно высокий и вот перебили предыдущие х и это уже признак того что покупатель достаточно сильный даже если будет коррекция в глубь этого диапазона ее стоит рассматривать как возможность для среднесрочной покупки может не средний окей сфинговой покупки так как ты пырин уже намечен все уже все по плану идет соответственно доходность публикациям сильно не вырастет спрос на них достаточно высокий нефть однозначно здесь падение будет только продолжаться будем видеть вы нас буду добирать позиции но put spread пока держу по остальным инструментам ничего сильно не поменялось я думаю вы видели единственное на что хочу обратить внимание это пшеница она продолжает устанавливать новые максимумы я все-таки ждут отчетов для того чтобы посмотреть что там интересного происходило в позициях более крупного капитала инвесторам которые понимают что происходит да видим что все таки еще не вышли последние данные за 2 ноября но как вы понимаете они уже давным давно не актуальны окей розничные продажи китая ускорились производство тоже ускорилась причем ускорилась темпами которые выше чем в сентябре в октябре экономикой промышленность выросла на 3 и 5 процента в китае а китай основной потребитель зерновых и на этом фоне мы видим что все зерновые после выхода данных оживились немного оживились ждем с отчетов дальше уже можно будет принимать решение фондовый рынок по фондовому рынку я считаю что s&p будет продолжать своего такое плавное движение боковое а вот более специализированы узко специализированные индексы такие как технологические которые выигрывают от падения доходность по облигациям russell 2000 аналогичная история вот я считаю что именно эти индексы будут хорошо приформить в ближайшее время хочу также напомнить статистику что конец ноября да вот даже после экспирации после квартальной после месячной регулярной экспирации на фондовом рынке в этом году она будет 19 ноября вот после 19 ноября начинается статистически хороший период для фондового рынка один из лучших в году то есть если год бычий то этот период покажет хороший даст хороший перформанс и как раз я считаю что именно эти два индекса они будут показывать лучшие результаты dow jones тоже в принципе неплохо но они сильно страдают компании внутри dow jones они страдают от того что китае жестко регулирует все секторы это связанные с чипами из сельхозпродукции и самолетами в том числе окей по фондовому индексу фондовому рынку я еще хочу сказать что байден на этой неделе планирует протолкнуть свой второй пакет по помощи пакет не помощь инфраструктурного грандиозного плана это уже по поводу медицины по поводу образования палата представителей будет рассматривать этот законопроект на 1 и 8 триллиона долларов здесь конечно парадокс небольшой потому что байден сейчас очень сильно теряет рейтинг терять доверие американцев из-за инфляции но пытается напечатать еще больше денег смешно посмотрим к чему это приведет может быть это как раз таки он он хочет дискредитировать в глазах американцев демократов не знаю что он подпольный какой-то республиканец так окей по фондовому рынку я считаю что все-таки снг не будет сильно двигаться то есть слишком диверсифицированы все и все факторы уже уже то нет а вот nasdaq это как раз то на что стоит обратить внимание даже не надо больше раз рассел это вот раз и два вот сюда хороший перформанс по непадающих ставок растущего открытого интереса друзья спасибо за ваше внимание до встречи на мастер-классе напомню что он будет в среду по 100 отчетам практическое применение тактики стратегии как можно улучшить вашу торговлю за счет качественного анализа соточетности до встречи всем хорошей торговой недели